Спасибо, что не забыла меня, поздравляю. Спасибо. В день своего 102-летия Анна Ивановна Бирюкова, как всегда, принимает поздравления от друзей, знакомых, тех, кто еще рядом. В этот день она выглядит особенно счастливой. Это говорит от того, что людей много, надо соответствовать. Как дела? Как самочувствие? Плоховато я, но поскольку как-то люди так относятся, бодрость появилась. В гостях у именинницы только самые близкие, те, что помогают продолжать жизненный путь. А начался он даже трудно представить еще до революции. Пережить пришлось многое. И так получилось многих. Недавно из жизни ушел внучатый племянник. Но жизнь, говорит неукротимая оптимистка Анна Бирюкова, продолжается. В чем секрет, спросите вы. А все просто, в желании жить, в счастливых воспоминаниях, в людях, что рядом, в неунывающем и любящем сердце. А еще фирменный способ хорошего настроения от Анны Ивановны – частушки, от которых душа радуется. На фабрике я работал на Фетровой. В обед соберемся, запремся, помаленько и запили. А можно что-то? Нельзя. А мы нет, нет. Помаленько споем. Разглядывая фотографии Анны Бирюкова, кажется, вспоминает всех. Вот семья, вот она с сыном, вот с коллективом Фетровой фабрики, которая отдала более 30 лет. Годами ранее, с юных лет, Анна Бирюкова трудилась с няней, воспитывала чужих детей, которых любила и принимала как своих. Я очень любила ребятишек. Я нянчила, у четверых жила в няньках с ребятишками. И вот даже в последний раз хоронили. Ей было 85 лет, а я ее хоронила. Я ее воспитывала, я ее хоронила. Уже много лет Анну Ивановну Бирюкову опекают супруги Елена и Дмитрий. Это тот самый случай, когда чужие люди становятся самыми родными и близкими. Не успела Анна Ивановна посетовать на плохое самочувствие. Ноги не ходят. И знаете как, вот то ничего, а то вот не пол, а по пили не хожу. Как тут же, по мановению волшебной палочки, появилась Елена с подарком. Ходунками. Мне даже стыдно тебе дарить вот такой подарок. Нам просто два года, да? Елена с мужем заботится об Анне Ивановне как родной. Когда-то она помогала воспитывать их дочь. Помнишь, бабнер? Тебе было 99 лет, это была Пасха. Мы пошли в храм куличик светить. Вот. И прошу батюшку благословить бабушку. Ну и батюшка говорит, бабушка, а сколько лет вам? Она говорит, 99. 99. Она говорит, батюшка, жду вас на сотую Пасху. Она говорит, да боюсь, батюшка, не доживу. Он говорит, ну как же так, 99 жили, а до соты не доживете. Она на что отвечает, говорит, первые 99 было как-то ничего, потом сложнее стало. В общем, говорит Анна Ивановна, все довольно неплохо. Только вот условия проживания не радуют. Недавно поставили пластиковые окна, а живет она на девятом этаже. Крыша протекает, поэтому, говорят, капитальный ремонт и не делают. А бабуля очень ждет. Вам окна поставили новые? Ага, ага, я радовалась, как окна. Вот, недавно. Обещали капитальный ремонт. А сказали, поговорили, а нет, а пришлось уже два года. То есть вам обещают делать? Обещали. Обещали, я не приняю. Глядя на эту женщину, сейчас на фотографиях разных лет невольно размышляешь. Как же, пережив столько событий, исторических, политических, этот человек не сломался, не паник. И пусть здоровье уже не то, но зато душа возраста не имеет. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».